Аквариум с хлебом 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 Аквариум Аквариум с хлебом 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 Лупины с ореха кокосового, коржения. Кладем фильтр напитанный повышен, который запеўня переплыв воды, но не засыца на рыбку. Воду приготовляем в пропорции 1 до 2. До каждого литра воды по фильтр обрученной осмозы доливаем 2 л воды за аквариум. Боцем до тарла служит подвышение температуры о 2-3 ст. Оптимальные параметры воды. Температура 27-29. ПХ от 6,5 до 7. ГХ от 2 до 6. През пламыванием тарла родители через 2 тг. офицер кормимы живыми или мраженными покармами. Под конец 2 тг. самец робит себя жаскравший, а самицки набирают икры и становятся выразнее грубые. Варто зазначить, что молодые пары могут взъядать двороженную икру. Подчас тарла една самичка отлада от 50 до 200 яй. По тарле, если тарла отбыла в отдельном аквариуме, преносимы самца до одного збиорника, потому что самичка стает себя очень агрессивна, проняясь икры и может выразить кшевдой. Выйлень наступает по 4-6 днях, а на рыбе начинает плывать по 2-3 днях, в зависимости от температуры. На рыбе душе покарм стартовый артемия. Кармить нужно часто около 5-6 раз в день. Очень важно, чтобы покарм для нарыбки был доступен целый час в маленьких порциях. Вода в аквариуме с нарыбкой должна быть всегда чистой. Потребные самые целые дробные подмены. Повторяю, чтобы посмотреть фильмы «Обовиазки акваристи с прятанием», который показывает, как я это делаю в аквариуме с нарыбкой. На этом все. Все вопросы и комментарии прошу оставить под фильмом. Кто еще не подписывает канал, то поновно захотелось бы до подписки. Спасибо за просмотр. До свидания.